Мизерные зарплаты, просрочка с ее выплатой, туманные перспективы, а то и полное отсутствие таковых. Это все осталось в прошлом для Фондока. Сегодня это без преувеличения гигант белорусской деревообрабатывающей промышленности, продукция которого поставляется в 35 стран мира. В честь своего юбилея Бобруйское предприятие преподнесло себе и всему городу подарок торгово-выставочный центр. В нем представлена вся линейка мебели завода и, что самое главное, из экологически чистых материалов. На первом этаже здания будут представлены предприятия, входящие в холдинг. Это Гомель-Древ, Ельская мебельная фабрика, скорее всего, еще приедет Могилев-Древ. Кто хорошо работает, тот и хорошо отдыхает. В честь юбилея концертная площадка Дворца искусств превратилась в место, где партнеры, друзья и коллеги поздравляли фондоковцев с их праздником. Уверен, что руководителям и работникам предприятия по силам выполнить самые серьезные задачи. А потому искренне желаю вам успехов в добрых начинаниях, новых возможностей для реализации жизненных планов, отрадных перспектив, оптимизма. И пусть ваш нелегкий и неустанный труд найдет широкий отклик и поддержку в сердцах всех граждан города и нашей страны. Песни, шутки и неповторимые эмоции. Работников и ветеранов гиганта своим творчеством поздравили и ведущие артисты республики. Здравствуйте, чужая пила, пила, радость мечты моей. Счастья вам, дорогие, удача, много-много денег, хорошего-хорошего настроения. И пусть всегда, везде вас хранит Господь. Всех сотрудников, все руководство, дирекцию белорусского предприятия в городе Бобруйск, фан-док, с юбилеем, с 90-летием. Всем здоровья, счастья, удачи, любви, продвижения вперед и вверх. 3000 работников ежедневно вносят свой вклад в развитие и финансовое благополучие родного предприятия. И по праву говорят, фан-док – это наш дом. А Бобруйск гордится заводом почти с вековой историей. На дальнюю перспективу планы, конечно, мы не строим, но только вперед и только развитие. То есть оснований того, что мы остановимся за Брюм, просто у нас нет. У нас, как бы, следующий, наверное, будет слоган у предприятия «Только вперед». Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.